Добрый день! В этом видео мы рассмотрим как собирается пятая главоломка из серии Mojo Magical Pyramid Puzzle. Ее название Maple Leaf Pyramids. Maple Leaf в переводе с английского языка обозначает кленовый лист. Это название уже встречалось у других главоломок этого производителя. Если вы умеете собирать обычную пирамидку, то Maple Leaf вас ничем не удивит. Несмотря на немного другую форму элементов, эта главоломка проще, чем обычная пирамидка и собирается абсолютно по тем же принципам. Давайте посмотрим внимательно. В обычной пирамидке есть три типа элементов. Это трехцветные уголки, двухцветные ребра и одноцветные центры, которые на самом деле являются большими трехцветными элементами. Вот этот элемент, имеющий три цвета, единый, он не разделяется при перемешивании главоломки. У Maple Leaf нет отдельных маленьких уголков, но есть вот этот большой трехцветный элемент, который объединяет в себе функции и маленького уголка, и центров. Также здесь есть двухцветные ребра. Они немного увеличены в размере, но выполняют точно такую же функцию. Углы не перемещаются при перемешивании, а не только поворачиваются. Ребра могут перемещаться. Целью сборки является правильно ориентировать все углы и расставить по местам в нужной ориентации все ребра. Будем называть трехцветный элемент, объединяющий в себе функции уголков и центров углами, ну а ребра так и останутся ребрами. В перемешанном виде мой Maple Leaf выглядит примерно вот так. Те, кто умеет собирать обычную пирамидку, наверняка уже догадались, что здесь можно пропустить этап ориентации уголков, сделать сразу звезду на первом слое, расставить по местам ребра любым доступным для этого способом. После чего решить ситуацию на верхнем слое одна из пяти. Для тех, кто не умеет собирать пирамидку, я сейчас покажу подробно как это делается. Подробное обучающее видео по классической пирамидке можно найти по ссылке в описании. Здесь я покажу основные моменты. Начинаем сборку с красного цвета. Для начала нужно правильно ориентировать маленькие уголки. Здесь вот ориентированы правильно, то есть цвет уголка совпадает с цветом центров. Этот уголок, этот уголок и этот. Ориентировали правильно маленькие уголки. Далее находим три уголка с красным цветом. Вот два. Здесь красного цвета нет. Здесь красный цвет есть. Держим их все в руках. Здесь два красных и вот этот красный. И та грань, которая у нас оказалась в руках, должна быть красной. Сюда нужно развернуть все вот эти уголки. Альтернативный способ. Мы должны найти уголок, у которого нет красного цвета и расположить его сзади. Тогда перед нами будет грань, где должен быть красный цвет. Остается просто повернуть сюда все уголки до тех пор, пока все три не будут красными. По идее должен получиться вот такой вот знак радиации или трехконечная звезда. Положение вот этих ребер сейчас пока не важно. Мой поллив не имеет маленьких уголков. Поэтому мы сразу находим три элемента, у которых есть розовый цвет или один элемент, который не имеет розового цвета и располагаем его сзади. Перед нами получаются три трехцветных элемента, у которых есть розовый цвет. Розовый здесь вместо красного. Сзади элемент, у которого розового цвета нет. Поворачиваем на себя и получаем такую же трехконечную звезду. Если убрать ребро, то получится вот такая картина. Вот это равносильные ситуации. После сборки звезды мы располагаем красную сторону снизу и собираем ребра красной грани, ну или ребра первого слоя. Находим ребро, которое имеет красный цвет. Помимо красного цвета оно имеет еще зеленый. Вращаем до тех пор, пока вот этот зеленый цвет не будет совпадать с цветом вот этих элементов. Здесь не совпадает, здесь красный смотрит на нас, поэтому не подойдет. Вращаем, вращаем. Здесь видим, зеленый совпадает с зеленым. Нетрудно догадаться, что место красно-зеленого ребра будет находиться вот здесь, между красно-зелеными элементами. Для того, чтобы отсюда установить ребро вот сюда, нужно выполнить три хода. Обязательно вот эти цвета должны совпадать. Три хода. Место, где должно стоять красно-зеленое ребро, поднимаем в эту позицию. Переводим красно-зеленое ребро и опускаем все вместе. Ребро получается в нужной позиции. Ищем на верхнем слое еще ребра с красным цветом. Вот, к примеру, желто-красное. Здесь желтый и синий цвета не совпадают. Здесь желтые цвета совпадают. Получаем зеркальную ситуацию с предыдущей. Желто-красное ребро должно находиться здесь. Поднимаем это место с другой стороны, не там, где это ребро. Вставляем туда ребро и опускаем ребро на своей позиции. Вот третье ребро с красным цветом. Опять поворачиваем, до тех пор, пока не совпадут вот эти цвета. И делаем все то же самое. Поднимаем место, вставляем ребро, опускаем. В случае, если на верхнем слое уже нет ребер с красными цветами, но красная грань не собрана, очевидно, что ребра с красным цветом находятся на первом слое, но не в той ориентации. Для того, чтобы достать отсюда сине-красное ребро, мы должны сделать пиф-паф. На классической пирамидке пиф-паф выглядит следующим образом. Опускаем правый уголок, опускаем левый уголок, поднимаем правый уголок, поднимаем левый уголок. И у нас ребро поднимается наверх. Теперь это ребро мы устанавливаем обычным образом на свое место. Располагаем так, чтобы цвета совпадали. Поднимаем место, вставляем ребро, опускаем. Первая грань собрана. Также в некоторых случаях удобно устанавливать ребра сверху вниз при помощи пиф-пафа. Если вы твердо знаете, что место этого ребра находится вот здесь, для этого вы должны понять, что ребро сине-красное, и здесь рядом все элементы сине-красные. Тогда можно просто сделать пиф-паф из положения, когда красный цвет расположен на передней грани. Если ребро находится справа, то начинаем делать пиф-паф справа. И ребро становится на место. Аналогично, если ребро находится слева, красным цветом на нас, мы делаем просто пиф-паф слева. И все собирается. Использовать можно любой способ, который вам удобен. Повторим все то же самое на Maple Leaf. Вот розовая звезда, располагаем ее снизу. Находим на верхнем слое ребра с розовым цветом. Вот розово-желтая. Здесь цвета не совпадают. Желтый или бежевый с голубым. Вращаем. Здесь бежевый с бежевым совпадает. Выполняем три хода. Поднимаем место. Вставляем ребро. Опускаем. Ищем следующий элемент. Вот он синий-красный. Здесь цвета не совпадают. Перехватываем пирамидку. Смотрим здесь. Цвета, конечно, похожи. Но это синий, это зеленый. Движемся дальше. Здесь два синих. Цвета совпадают. Выполняем комбинацию. Так и остается у нас еще один элемент. Это зелено-розовый. Но можем здесь попробовать использовать пиф-паф. Мы же твердо знаем, что место зелено-розового элемента находится здесь. Розовым цветом он направлен на нас. Поэтому просто делаем пиф-паф. Ребро справа. Делаем пиф-паф справа. Первый слой собран. Для того, чтобы собрать верхний слой, нужно сначала правильно ориентировать верхний уголок. Мы видим, что зеленый цвет не совпадает с синим. Поэтому вращаем до тех пор, пока синий не будет совпадать с синим. И получим, что на каждой грани цвета уголков совпадают. После этого возможно пять ситуаций, которые решаются тремя основными алгоритмами. Рассмотрим их все. Обращаем внимание на ребра. Вот это ребро, зелено-желтое, оно находится между синим и зеленым цветом. Оно стоит не на своем месте. Ни один цвет здесь не совпадает. Желтый не совпадает с зеленым. Зеленый не совпадает с синим. Если мы посмотрим на это ребро, синий цвет совпадает с синим, зеленый цвет не совпадает с желтым. Одна сторона совпадает, вторая нет. Аналогичная ситуация у этого ребра. Желтый цвет совпадает, синий с зеленым не совпадает. Если мы находим такое ребро, которое не совпадает по цвету ни с одной гранью, а остальные ребра совпадают только одной стороной, то мы должны расположить вот это полностью не совпадающее ребро с задней стороны. Перед нами получится, что одно ребро совпадает по цвету, другое ребро не совпадает по цвету. Сзади располагаем ребро, которое не совпадает ни с одной гранью. Здесь мы должны сделать пиф-паф с той стороны, где у нас неправильное ребро. Вот это. Оно находится справа, поэтому делаем пиф-паф справа. Видим, что на верхний слой поднялось желто-красное ребро. Мы должны его установить на свое место точно так же, как ребра первого слоя до этого, но не при помощи пиф-пафа, а совмещает цвета. Совмещаем желтый с желтым, поднимаем место, вставляем ребро, опускаем. Пирамидка собрана. Для закрепления находим ребро, которое полностью не совпадает ни с одной гранью. Два других ребра совпадают частично. Располагаем полностью не совпадающее ребро сзади. На передней грани будет одно ребро не совпадать по цвету, другое совпадать с передней гранью. Начинаем делать пиф-паф с той стороны, где ребро не совпадает. Наверх выходит ребро с красным цветом. Совмещаем по цвету и устанавливаем на место. Аналогичная ситуация. Ребро совпадает только с одной стороны, не совпадает ни с одной, совпадает только с одной. Располагаем полностью не совпадающее ребро сзади. Теперь видим, что неправильное ребро находится слева. Поэтому начинаем делать пиф-паф слева. Опять находим здесь ребро с красным цветом, совмещаем у него цвета и устанавливаем на место. Рассмотрим эти же ситуации на Maple Leaf. Для начала совмещаем цвета верхнего уголка с нижними. Здесь зеленый-голубой не очень понятно. Посмотрим с этой стороны. Голубой и бежевый не совпадают, поэтому вращаем. Теперь все три вот этих лепестка одного цвета. Далее рассматриваем ребра. Видим первое. Зеленое и бежевое не совпадает, синие совпадают. Здесь два цвета не совпадают. Здесь один цвет совпадает, один нет. Располагаем ребро, которое полностью не совпадает по цветам с соседними гранями сзади. Далее на передней грани опять смотрим неправильное ребро справа. Поэтому начинаем делать пиф-паф справа. Находим наверху ребро с розовым цветом. совмещаем цвета и устанавливаем на свое место. Все собрано. Зергальная ситуация. Здесь один цвет совпадает, второй нет. Здесь также один совпадает, второй нет. Здесь не совпадают оба. Располагаем вот это ребро полностью не совпадающее сзади. На передней грани неправильное ребро слева. Начинаем делать пиф-паф слева. Ребро с розовым цветом. Отводим в сторону так, чтобы цвета совпадали. Поднимаем место, вставляем, опускаем. Мэпл олив собран. Очень простая в определении ситуация. Одно ребро стоит на месте. Такое бывает только в этом случае. Два других ребра также стоят на своих местах, но развернуты неправильно. Для решения этой ситуации мы сначала делаем пиф-паф справа. После чего обнаруживаем на верхнем слое красное ребро. Обычно мы бы отвели его в эту сторону, чтобы совместить желтые цвета. Но в этот раз мы это ребро отведем назад. После чего также поднимем место, где должно стоять это ребро. Вставим туда ребро и вернем левый уголок в первоначальное положение. Все соберется. Повторим. Правильное ребро располагаем сзади. Два ребра, которые нужно развернуть спереди. Делаем правый пиф-паф. Отводим красное ребро назад. Поднимаем левый уголок. Вставляем ребро, опускаем левый уголок. На мой полулив эта ситуация выглядит вот так. Правильное ребро сзади совпадает с каждой гранью. Два неправильно развернутых ребра находятся спереди. Делаем сначала правый пиф-паф. Розовое ребро отводим назад. Поднимаем левый уголок. Вставляем ребро, опускаем левый уголок. Также легко узнаваемая ситуация. Все ребра полностью не совпадают с соседними гранями. Получаем как бы глаза на каждой грани. В этом случае нужно сделать нехитрую комбинацию движений. Мы попеременно будем опускать и поднимать правый уголок. Верхний уголок все время будем вращать в одну сторону против часовой стрелки. Начинаем. Опускаем правый уголок, поворачиваем верхний против часовой. Поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Все собрано. 7 движений. Но не всегда этот алгоритм работает с первого раза. Допустим, у нас вновь со всех сторон глаза. Начинаем делать алгоритм. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Мы сделали наши 7 движений, но ситуация как-то не особо поменялась. У нас опять со всех сторон глаза. Да, глаза другие. Но все равно пирамидка не собрана. Просто делаем алгоритм еще раз. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Либо с первого, либо со второго раза пирамидка соберется. На Maple Leaf эта ситуация выглядит вот так. Делаем все то же самое. С каждой стороны глаза. Опускаем правый уголок, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поворачиваем, поднимаем. Здесь собралось с первого раза. Аналогичная ситуация, но здесь с первого раза не соберется. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Опять глаза со всех сторон. Просто повторяем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Все собрано. Сейчас будет необязательная информация. Нетрудно догадаться, что можно в любом случае собрать пирамидку за один алгоритм, если со всех сторон есть глаза. Но для этого нужно понимать, какая конкретно ситуация с глазами. То, что здесь может быть перестановка по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Стандартный алгоритм переставляет вот эти ребра по часовой стрелке. Мы видим, что вот это сине-желтое ребро должно переставиться вот сюда. Зеленое-желтое должно перейти сюда, и сине-зеленое сюда. Либо мы можем определить, что вот эти цвета одинаковые, ну либо вот эти, либо вот эти. И тогда стандартный алгоритм нам сразу соберет пирамидку. За 7 ходов все собрано. Но если у нас вот эти цвета не совпадают, и мы видим, что перестановка должна быть в другую сторону, зелено-желтое должно пойти сюда, это сюда, а это сюда. Мы можем выполнить такой же алгоритм, но зеркально. Просто будем делать движение опускать-поднимать левым уголком, а верх вращать в другую сторону. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. И все соберется. Это не обязательно использовать, для многих легче просто повторить первоначальный алгоритм. Если вдруг случилось так, что вы не нашли своей ситуации среди тех, которые я показал, и вам кажется, что автор вас обманывает, либо рассказал не все. Возможно, вы забыли совместить цвета уголков. Мы видим, что вот этот зеленый с желтым не совпадает. Да, и поэтому мы получаем ситуацию, которую я не показывал. Здесь все ребра не на своих местах, стоят как-то не так, и такой ситуации действительно не было. Но проблема решается просто поворотом верхнего уголка. Как только мы совмещаем вот этот цвет с этими, так же получается на каждой грани, мы получаем одну из знакомых ситуаций. В данном случае есть ребро, которое полностью стоит хорошо, спадает двумя сторонами, и два ребра, которые нужно развернуть на своих местах. Делаем стандартный алгоритм. Пиф-паф. Отводим в сторону. Поднимаем место. Вставляем. Опускаем. Все собрано. Пример сборки для закрепления. Начинаем стандартно с розового цвета. Уголок с розовым. С розовым. Без розового. Располагаем его сзади. Три с розовым оказываются перед нами. Поворачиваем. Получаем розовую звезду. Начинаем собирать ребра первого слоя. Видим вот здесь. Розово-зеленое ребро по цвету совпадает. Делаем стандартную комбинацию. Дальше. Сине-розовое по цвету совпадает. Ставим на место. Находим здесь еще бежево-розовое. Здесь по цвету не совпадает. Здесь тоже. Здесь совпадает. Розовый цвет в сторонке. Поднимаем место. Вставляем ребро. Опускаем. Далее совмещаем вот этот цвет вот с этими. Сейчас они не совпадают. Поворачиваем. Все равно они совпадают. Еще поворачиваем. Совпали. Ну, получаем известную ситуацию. Одно ребро правильное. Два вот этих нужно развернуть. Вот и все. Maple Leaf собран. Гололомка достаточно простая. Если вы умеете собирать пирамидку, то сложности у вас никаких не возникнет. Главное понять, где какие элементы и какие функции они выполняют. Но этого можно достичь и интуитивно. Несмотря на непохожую форму элементов, Triangle Pyramid собирается аналогично. За исключением сборки вот этих центральных элементов. Но про эту главоломку будет отдельное видео. Потому что визуально эти модели не очень похожи. И не факт, что кто-то покупать их будет совместно. А обучаться сборке такой главоломки по видео про такую не очень удобно. Поэтому будет видео отдельное. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.